Шлемы, доспехи, мечи и щиты средневековых воинов. И не где-нибудь, а прямо в аудитории химико-технологического университета. Декада истории завершилась необычной лекцией Сергея Менченкова, учителя 65-й школы. Он же руководитель клуба исторической реконструкции «Хоролук». Посмотреть на оружие викингов собрались студенты, для которых история – непрофильный предмет. Химики и механики теперь изучают железо не только как элемент таблицы Менделеева, но и в историческом контексте. Нам нужно было показать, что есть история очень высокого уровня, научная история, которая приходит в их учебные курсы, в их лекционный материал. А с другой стороны, это история, которая просто потрясающе интересна. Вот сегодня мы с вами являемся свидетелями такого мероприятия. Побывать в шкуре настоящего средневекового воина решились не все, но один доброволец все-таки нашелся. Правда, поделиться ощущениями не смог. Битва – не место для разговоров. По словам руководителя клуба «Хоролук», реконструкция – это занятие для взрослых. Оно требует не только физических сил, но и хороших познаний в истории и археологии. Это времяпрепровождение, это хобби. Ну, кто-то марки собирает. Мы вот этим занимаемся. Да, это дорогое хобби. Оно отнимает очень много времени, очень много сил, очень много ресурсов, потому что ты приходишь домой, сидишься за компьютером, зачастую не для того, чтобы поиграть или посидеть там вконтакте, а почитать. Ты едешь в музей, ходишь и смотришь. Ты идешь общаться с людьми именно с этой точки зрения. Интересно, что представленное снаряжение было далеко не у всех воинов. Основная масса сражалась за свой счет. Выйти на битву в таком одеянии, да еще и со специально обученным боевым конем, могли позволить себе только привилегированные слои. Снаряжение рыцаря, где-то примерно начиная с 11 века, то есть это боевой конь, кольчуга, шлем, щит, меч, копье, боевой топор или лук, стоило как деревня вместе с крестьянами и с котом. Но самое смешное, что там дороже всех стоил боевой конь, потому что это были определенные породы, не характерные для Европы, и их обучали специфическим образом. Боевые кони, они адекватно реагировали во время сражений, то есть они не боялись шума, запаха железа, и самое главное, они, если теряли хозяина, ну там, убили села, еще что-то, они его находили и готовы были защищать. По мнению декана гуманитарного факультета, декада истории позволила химикам углубиться в истоки русской культуры и узнать об ее особенностях не только через лекции, но и благодаря непосредственному участию студентов. Что мне важно? Мне важно было, чтобы к реконструкции любого элемента истории, будь то исторический танец, а такой был в первый день открытия фестиваля, будь то спортивная игра, или сегодня мы видим реконструкцию военного оружия и военных игр, это все время была профессиональная реконструкция, которой занимаются люди, которые как профессионалы знают, как это делать, они занимаются историей, этнографией, археологией и так далее, и поэтому это не имитация, не поделка, не какой-то слепок, это действительно подлинная реконструкция подлинных элементов русской истории.